Доброго времени суток! Приветствую вас на нашем канале Забавные Животные. И сегодня я вам хочу показать вот такое вот чудо природы под названием Богомол Мультиспина, который живет в нашем инсектаре. Животинка это родом из Китая и я немножко расскажу о ней. Основной оттенок мультиспины нефритовый, иногда серо-зеленый, на кончиках и снизу на брюшки, переходящие в желтый. Особи достигают до 7 сантиметров. И вот как содержать этих экзотических насекомых дома. Насекомые крайне агрессивные, могут атаковать руку или пинцет, однако, несмотря на это, к каннибализму они не склонны. Интересное наблюдение, их аотеки выводятся только при очень высокой влажности, что абсолютно не характерно для Богомолов. Продолжительность их жизни в неволе составляет от 6 месяцев до 1 года, а в природе же они живут не более 2 месяцев. В основном они висят вниз головой на какой-либо опоре, ветках или листьях, поджидая добычу. Охотятся они на летающих насекомых, таких как мухи или бабочки. В домашних же условиях мы предпочитаем кормить их мухами-львинками или туркменистанскими тараканами. Совсем мелкие экземпляры, только что вылупившиеся личинки, питаются дрозофилами. Для линьки богомол должен подвеситься на крышку террариума и выскользнуть из старой кожи. По этой причине террариум должен быть достаточно высоким, как минимум в 3 раза больше размера богомола. Желательно на крышку установить сетку, так будет легче зацепиться за неё. Богомол способен в процессе линьки отрегенерить повреждения, которые он получил до неё. На дно террариума необходимо постелить мягкий грунт или мох, например, сфагнум, чтобы защитить богомола от повреждений, так как крупные виды при падении с большой высоты могут даже повредить внутренние органы, ударившись брюшком. Для содержания рекомендуется мягкое облучение ультрафиолетом. Для этой функции можно использовать лампы для тропических рептилий. Желательно не делать освещение слишком ярким, иначе на глазах у богомола могут появиться тёмные пятна – некроз. Ещё из-за недостатка света богомолы могут становиться коричневыми. Также на это влияют и декорации. Если окружающую среду составляют кора или ветки, то хищники будут вынуждены замаскироваться. Посмотрите на этих милых гигантов мира насекомых. Если вам захотелось обзавестись подобным питомцем, вы можете обратиться в кружок энтомологов на Крестовском острове Петербурга или посетить их страничку ВКонтакте по ссылке в комментариях.